Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я сегодня не одна. Сегодня со мной маленькая обезьянка на заднем сидении. Мы выехали с Евой Сергеевной покататься, проехаться в магазин. Ну и вообще, приятно провести время, потому что, как ни крути, я уже говорила о том, что если никуда не вылазить, кстати, надо пристегнуться, пока я включала звук, я об этом забыла, что если никуда не вылазить, то можно совершенно сойти с ума. И, конечно, сейчас я немножечко завидую тем людям, которые живут где-то на берегу чего-то там, или у кого хотя бы есть свой частный дом, или хотя бы своя какая-то терраса. Вот, кстати, сегодня я писала первую главу своей новой книги и писала о своем идеальном доме, точнее, пока об идеальной спальне только. И вот там есть терраса. Я поняла, что все-таки, скорее всего, это пентхаус с террасой, потому что вот очень хочется. И сейчас было бы кстати. Ну, нет, у меня сейчас терраса, зато у меня сейчас есть машина, есть хорошее настроение. Вчера, после вчерашнего видео, кто-то написал, вы что, под кайфом? И вот, знаете, искренне жаль людей, для которых хорошее настроение может быть исключительно связано с каким-то кайфом, наркотическим веществом, алкогольным веществом, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в общем, настроение хорошее, вы это поняли. И так, что наблюдаю сейчас? Хочется же, конечно же, сказать что-то о бизнесе, хотя, по большому счету, что тут уже сказать? Те люди, которые занимаются бизнесом, и которые как бы понимают, что нужно выживать, они уже придумали 1050 планов, то есть уже то, о чем я говорила 2 недели назад, что там или 3 недели назад, «Эй, ребята, проснитесь, опомнитесь, начните действовать». Уже, в принципе, многие начали это делать, и, по сути, не могу сказать, что у всех там все зашибись, но кто-то выживает просто, да, такие как рестораны там и так далее, компании, у которых большое количество наемных сотрудников, у которых большие затраты, то есть люди просто выживают, платят зарплаты и ждут как бы моменты, когда все закончится, но остальные уж сами кто что выбрал. Но какие же тенденции я замечаю? Было хренову тучу назначено всяких конференций, сейчас же это мода неисчезающая, да, постоянно собирать людей и заставлять тех людей что-то рассказывать, и все остальные должны, значит, слушать, хлопать и что-то делать. И вот сейчас, значит, начинается новая волна наших предпринимателей, которые добавляют слово «антикризисный», теперь, значит, у нас конференции и тренинги переходят в бизнесе, все формат «антикризисный», научу, что делать, дам стратегию, причем это делают девочки-писюхи, которые, по сути, ничего о бизнесе особо не знают, кроме как хорошие блогеры, это делают мальчики, которые то же самое, и это делают разные дядьки. И знаете, в чем прикол? А прикол в том, что все на это ведутся, естественно, потому что, знаете, это как кто-то показывал недавно в Белоруссии блогершу, которая, значит, там какую-то рекламировала хрень, типа, которую ты носишь на себе, и, значит, антивирус для коронавируса, значит, отпугивает. Так я вот вам скажу по этому поводу, что реально есть отпугиватель коронавируса, это частоты, которые вы излучаете. Вот, это реально правда. И если вы счастливый человек, если вы позитивно мыслящий человек, и человек, который занят развитием, то, я уже говорила, никакой коронавирус вам не страшен, просто попомните мои слова. Но, значит, люди всякую такую хрень несут, и, что самое отвратное, находится куча всяких людей, которые, значит, пытаются это каким-то образом на себя примерить. По-моему, в пробках Киев, если вот у меня такое ощущение сложилось, что сегодня все выехали на работу, всех задолбало сидеть. Вот, и, значит, мысль такова, что сейчас все будет антикризисное. Сейчас все везде будет антикризисное, все конференции будут антикризисные сейчас, все недобизнесмены будут учить вас, как строить бизнес в эпоху кризиса, что нужно сделать уже конкретно сейчас, чтобы у вас точно 100% сработал и дал результат. И я вам хочу сказать одно, то, что говорю всегда, люди проснитесь, люди проснитесь и опомнитесь. Во-первых, вам никто не может сейчас сказать, что делать, потому что каждый кризис, он разный кризис, как и не кризис. То есть, собственно, в каждый период времени побеждает тот, кто находит какие-то классные решения, вовремя действует, попадает очень четко со своим продуктом в свою целевую аудиторию. Все. Это, в принципе, все, что я вам могу сказать по этому поводу. Никто не может дать вам никаких шаблонов, но все хотят продавать свои конференции, потому что это такой бизнес, естественно, все хотят продавать свою экспертность, все что-то хотят продавать, это хорошо. И поэтому все добавляют слово антикризисный или антикоронавирусный и так далее, и так далее. Это совершенно другая история. Поэтому, друзья, не будьте лохами, просыпайтесь, понимайте, что да, все прекрасно, и прекрасные конференции, и прекрасные тренинги, все надо, но в данном случае ничто и никто не решит те проблемы, которые образовались у вас. Единственное, что вы должны всегда понимать, вот понимать, один раз поймете, будете всю жизнь счастливо жить. Провидеться у Оли, а говорить вам об этом. Единственное, что вы должны понимать, это то, что вы должны четко своим продуктом решать проблему клиента. Вот эти вот все конференции, они решают одну проблему, ключевую. Вы очень сильно хотите, и вы считаете, что если вы будете на них ходить, на такие конференции, то вы станете умнее и богаче. Поэтому эти конференции проводят, то вы ходите и пытаетесь убедить себя, что так произошло. Вот, ваша проблема решена, поэтому вы туда ходите. Но, если вы научитесь реально понимать, какая проблематика острая сейчас есть у вашего клиента, кто такой ваш клиент, очень четко, очень узко. Вот запомните еще одно правило. Узко. Чем уже, тем лучше. И чем четче вы начнете бить в эту цель и давать ему решение, тогда у вас все будет с вашим бизнесом хорошо. И не нужны вам будут ни антикризисные тренинги, ни антикризисные конференции, ничего-то антикризисное. Просто вам нужна будет тусовка, вам нужны будут нормальные люди, правильное окружение, и это совершенно другая история. Если вы сегодня как-то бабка, знаете, я хорошо знаю, потому что я сама такое бываю, когда, не дай бог, там заболел у меня ребенок ветрянкой, я страшно боялась ветрянки, потому что переболела взрослой. И вот я, значит, сижу и в интернете пишу, заболел ветрянкой, как вылечиться от ветрянки, последствия ветрянки, могут ли остаться шрамы от ветрянки, ветрянки от шрамы остаться могут. И, короче, я сижу и думаю, ну вот что за хренью я страдаю, о чем я вообще говорю. Или еще так анализы прикольно забивать, свои результаты анализом, ты забиваешь, значит, и потом пытаешься понять, умрешь ты сегодня или завтра, когда это произойдет. Так вот, не занимайтесь фигней и не будьте теми бабками. Не пытайтесь сейчас найти какой-то суперспособ. Суперспособ вы знаете. Найти, какая боль есть у вашей целевой аудитории, кто она, ваша целевая аудитория, и как вы ее можете решить. Вы все. И не важно, это кризис, зима, лето, безработица, безденежье. У людей всегда были, есть, будут и останутся деньги. У них всегда останутся проблемы и всегда будут те, кто их решает. Вопрос, решаете ли эти проблемы вы? Вот, собственно, и все. Можно было бы задать, какую, Ольга, вы сейчас проблему решаете вот в этом видео. Но, первое, видео мое бесплатно, заметьте, щедрость души моей, вот такое, бесплатно. Второе, я как минимум вас подвадриваю, заметьте, после моих видео всегда поднимается настроение, и как будто бы ты чувствуешь, что тебе вот стало лучше, что вот до этого тебе было хуже, а так дух твой приподнимается, все приподнимается, а когда приподнимается, тогда становится хорошо. В общем, убирайте все эти страхи. Кто-то там мне начал писать, вы вот раньше как-то первое время вы коронавирус вот боялись, а сейчас как-то воспряли духом, ребят, вот у меня с духом как раз все шикарно. И я повторяла и повторяю, что для меня этот период в отношении моего развития, роста, нужности, финансов, и всего остального на подъеме очень крутом. И если, конечно, говорить честно, то если вот эта взаимосвязь существует, то я бы хотела, чтобы карантин не заканчивался никогда. Но я все-таки надеюсь, что магия заключается скорее во мне, в моих действиях, в действиях нашей команды, нежели чем в том, что все заперты дома. Вот, поэтому улыбайтесь, улыбайтесь, ребята, улыбайтесь. Вот повторять вам не устану, создавайте вокруг себя что-то приятное, думайте о приятном, смотрите хорошее и думайте, ну вот блин, что мне такого придумать. Еще, кстати, вам такая заметочка, я об этом частенько говорю, но естественно, что никто же не слушает, но я на всякий случай еще раз скажу, что вот эти товарищи, которые там живут в Америке, где-то, они нас опережают на несколько, иногда лет, иногда месяцев, иногда недель, и вот они всегда придумывают то, что мы потом делаем. Поэтому вы можете на свои ниши все-таки заглядывать, какие они там решения придумывают. И помните о том, что сейчас самое время облюбить своего клиента, то, о чем я говорила, подумать о том, что ну хрен с ним, продать вы ему, может, ничего не можете, но вы сейчас можете его как-нибудь там по-другому, да, то есть уже компании своим клиентам поприсылали снятия для гель-лаков, шелаков, да, кто-то там своим ресничком прислал уход, и девочки, которые регулярно там занимаются, кто-то поприсылал краску для бровей, я вот уже видела, какие-то такие любовные штучки, они сделают свое дело, во-первых, они сделают вам рекламу, потому что люди будут этим делиться, во-вторых, они, еще раз люди будут убеждаться, что вы как бы классный специалист, и вы можете не волноваться, что они потом к вам не вернутся, ну в общем, позаботьтесь, ну конечно, возможность заработать денег есть всегда, вот вам такой секретик, возможность заработать денег есть всегда, и сейчас есть те, кто активно зарабатывает, и внимание, вопрос, есть ли вы среди них, и если вас среди них нету, то вас жестко, потому что люди зарабатывают деньги и сегодня, и если вы этого не делаете, то только потому, что вы такой вот правильный, считаете, что правильно, пока вы считаете, что вы правильный, кто-то берет и обходит вас, подумайте об этом, всем хорошего настроения, нам с ебкой хорошего шопинга, все, люблю, целую, ставьте лайки, и до новых встреч,